Победу сучинские психологи одержали сразу в нескольких номинациях. Педагоги целенаправленно выбирали разные направления своих программ – коррекционные, развивающие. Названия работ, презентованных на суд жюри, говорят сами за себя. Интеллектика, исследователи и поверь в себя. Каждая из них присвоен гриф «Рекомендована Федерации психологов образования России для использования в образовательных учреждениях страны». Такое профессиональное участие наших коллег в отдельных профессиональных конкурсах – это, безусловно, всегда рост для профессионального сообщества в целом. Защита наших программ, муниципальных программ, когда оппонентами выступают лучшие психологи России, когда они делают замечания, когда они высказывают свои какие-то предложения по развитию наших программ, дает безусловный эффект. И мы это видим, мы видим, как сегодня в школах это развивается. Сегодня, отмечает Ирина Романец, многие горожане нуждаются в психологической помощи. Поэтому подобные результаты в первую очередь положительно скажутся на каждом сочинском ребенке, на каждой семье. Программу лауреаты уже сегодня можно брать на вооружение. Особый эффект ожидается от программы «Познай себя», отмеченной ценным призом. Направлена она на социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Валерия Чернобаева, педагог-психолог Адлерского центра «Ориентир», эту работу начала три года назад. Ее программа состоит из четырех блоков – двух психологических, блоков умилой ручки и здоровое питание. Но все же главное в программе, отмечает автор, – это практика живого общения, которого дети с ограниченными возможностями здоровья так боятся. А в итоге они забывают о своих недостатках и понимают, что достоинств у них все же больше. Программа «Поверь в себя» дает возможность детям с ОВЗ в себя поверить действительно, познать себя, намекать свою будущую профессию и хорошо, успешно чувствовать себя в нашем обществе. У нас дети являются инициаторами многих проектов, различных городских мероприятий. То есть они у нас активны, они не боятся выступать, они не боятся своего заболевания. Дети, которые их окружают, забывают, что рядом с ними дети, имеющие заболевание. Я считаю, что это самое главное.